Подлещики были, шли окуньки, пискари, были щуки, тоже дохлые. Много было дохлой рыбы здесь? Дело в том, что я вышел, посмотрел, она что-то по течению понесла, понимаете, она все дальше и дальше. Тут цапель белых и серых, тут тучи сидели по берегу, лавалили просто эту рыбу. По подсчетам местных жителей, это пятый замор рыбы за последние 12 лет. Ситуация повторяется так часто, что уже никого не удивляет. Новость о мертвом улове этого года вмиг разлетелась по всем средствам массовой информации. Причем с фотографиями этого самого улова. Причина образования рыбного кладбища проста. Из-за сильных ливней река Лесная выходит на с берегов и затапливает пойму, а летняя жара ускоряет гниение, оказавшееся на глубине растительности. В итоге вода лишается кислорода, так необходимого для жизни рыб и раков разных. Здесь комплексы природных и антропогенных факторов влияют. То есть осушение территории, изменение гидрологического режима рек. А в последнее время и то, что поймы рек менее интенсивно начали использовать. Когда-то раньше выкашивали это луговое зелье, понимаете, то есть не зелье, а траву. Вот были коровы, люди много держали, выкашивали. Получается, вода сходила быстрее, и она не цвела от этого лугового зелья. По мнению некоторых экологов, главный виновник массового замора рыбы – шлюз на лесной у деревни Дружба Брестского района. Именно он ухудшает проточность реки, во время дождей вызывает подъем воды и провоцирует размножение микроводорослей, которые еще больше усугубляют ситуацию. Однако ученые-гидрологи с этим утверждением не согласны, и на это у них есть веские причины. Шлюз находится в 60 километрах ниже по течению, чем проблемный участок с замором рыбы. При открытой одной створке шлюза фактически пропускается беспрепятственно весь сток воды, и перепады выше и ниже шлюза с порядка 10 сантиметров крайне незначительный. С учетом того, что по рельефу местности река Лесная в районе Каменца, она больше, чем на 10 метров выше, то есть перепад местности, чем здесь. То есть влияние его крайне незначительное, распространяется буквально на несколько километров выше по течению реки Лесная. Во время рейда по правой стороне реки Лесная в деревне Угляны Каменецкого района специалисты обнаружили всего одну особь мертвой плотвы и много мальков. И это на несколько километров по реке за час езды на лодке. Конечно, явление замора доказывает тот факт, что дефицит кислорода в водоеме все же имеет место быть. По мнению специалистов, ситуация не катастрофична и уже сегодня нормализуется. В течение двух недель уровень кислорода в воде в районе деревни Угляны Голый Барок был около нуля. 0,1, 0. В настоящее время ситуация нормализовала содержание кислорода на вчерашний день уже около 6, при норме 6. Сегодня пользователям рыбных угодий в Каменецком районе направлены рекомендации по скашиванию травы в пойме реки и проведению других мероприятий, призванных остановить замор. Пока данная мера самая действенная против природных катаклизмов, которая способна изменить печальную статистику мертвого улова прошлых лет.